всем привет народ хочу сегодня показать вот такой вот одноразовую горелочку для сухого горючего то есть сухого спирта вот такая горелка обычно попадается в сухих пайках обычно ну почти во всех сухих пайках в тех которых идут консервы чтобы их можно было разогреть и ну не есть холодными кладут вот такой вот разогреватель кому интересно можно вот почитать что здесь написано вот обычно это вот такая вот пластина три таблеточки сухого горючего так так мусор не выкидываем в лесу забираем его с собой а она еще еще в одной упаковочке идет я как-то обычно ими не пользовался особенно потому что у меня есть многоразовая горелка так сейчас покажу вот есть у меня вот такая многоразовая горелка это горелка тоже для сухого горючего вот она раскладывается ну в общем вот так вот многоразовая такая штука на нее есть обзор ссылка будет в описании под видео кто еще не видел вот давайте откроем значит эту одноразовую ну упаковочка тоже такая одноразовая на один раз все рассчитано в общем три таблеточки ну я сразу скажу что одной таблетки вполне хватает чтобы разогреть консерву комара раздавил вот чтобы разогреть одну консерву даже можно две потому что там в основном жидкости не так много там и мясо там это все греется быстрее чем просто была бы кружка воды но кружку воды также есть эксперимент а это как раз в обзоре этой горелки многоразовый вот там я кипячу кружку воды у меня ушло по моему около двух таблеток почти две таблетки остался там от второй таблетки малюсенький кусочек это я кипятил кружку воды вот такую вот такая кружка вот а консерву вполне одной таблеткой легко разогреть а значит горелка у нас вот такая вот пластина которую нужно просто согнуть значит ножки выгибаем в одну сторону таким крестиком это у нас будет на них она будет стоять а вот эти вот уголки выгибаем другую сторону на не будет стоять банка или кружка что вы там будете греть ну банка тушенки скорее всего вот ну в общем то как то вот так получается вот такая вот подставочка ну естественно она одноразовая можно ее конечно обратно сгибать но она отвалится обычно когда гнешь какую-то проволоку или металл он но переламывается со временем но нет смысла ее много раз использовать на один раз на один раз кстати она вполне вполне себе хоть она из мягкого металла такого тоненького на один раз поесть и сухого пайка вполне хватает вот берем таблеточку таблеточки здесь маленькие тут это по моему диаметр три сантиметра вот но обычно самые популярные которые валом их везде во всех магазинах есть они конечно сухие сухой спирт и в более крупных таблетках вот но это обычно самые популярные такие маленькие вот как раз она вот сюда уменьшай умещается вот также сухих пайках вот такие вот спичечки охотнички охотничьи спички и черкаш вот такой вот вот такие упаковочки тоже кладут вот кому интересно тоже можно почитать вот сейчас мы ими как раз и будем разжигать кстати у меня есть плейлист с обзорами сухих пайков как раз можно посмотреть какой в них бывает состав что там внутри лежит вот ссылка тоже будет в описании под видео так вот такой вот черкаш здесь тоже лежит ну что ж давайте приступать так давайте положим ее сюда и прямо здесь будет разжигать так значит так значит таблетка у меня загорелась и видео что-то оборвалось в общем в общем таблетка горит поставлю я сюда кружечку воды налил я половину кружки потому что полная полную скипятить сложно там нужно больше одной таблетки но это конечно зависит от погоды от условий от ветра если делать дома то может быть и одной таблетки хватит но консерву разогреть и этой таблетки вполне достаточно даже можно пару консервов на ней согреть умудриться если получится вот ну в принципе она для консервов и предназначена ну вот в общем то я думаю все тут особо говорить больше не о чем принцип действия понятен вот такая вот одноразовая горелочка вот от воды принципе уже пошел небольшой пар ну такие горелки они я думаю не продаются их просто кладут в комплект и сухими пайками опять же плейлист на обзор пайка будет в описании под видео кому интересно как они выглядят из чего состоят можете посмотреть ну и также будет ссылка на обзор вот этой многоразовые такой металлической горелочки вот ну что народ я думаю все на этом всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии для развития моего канала это будет огромная поддержка ведь вам не сложно мне приятно все всем спасибо за просмотр